МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 24 часа в сутки и 365 дней в году. Эта работа не останавливается. Ее делают лучшие специалисты в отрасли в самых труднодоступных регионах. Эта работа непростая, но интересная. Она требует знаний, опыта и выдержки. Это добыча золота. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Месторождение упорного золота Албазино компании «Полиметалл» расположено в районе имени Полина Осипенко Хабаровского края. Это почти в 800 километрах от Хабаровска. Ближайший населенный пункт – поселок Хирпучи с населением примерно 800 человек в 114 километрах. По этой грунтовой дороге, ведущей на месторождение, возят сотрудников и необходимые припасы. И эта дорога не для слабаков. По сути, весь путь от города Амурска до Албазино, а это почти 500 километров, проходит вот в таком режиме. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На 400-м километре пути дорога прерывается переправой через реку Амгунь. Ширина ее русла на переправе 300 метров. Зимой, когда река замерзает, здесь работает ледовая переправа, которая обеспечивает доступ на месторождение. Лицензию на месторождение Албазино полиметалл приобрел в 2006 году. Месторождение очень богатое и обладает значительными перспективами геологоразведки. Новые ресурсы были обнаружены здесь в 2012 году, и это серьезный потенциал для роста. Албазино состоит из нескольких рудных зон – Ольга, Надежда и Екатерина. Основная разработка сейчас ведется в зоне Анфиса. Это главный карьер. Ввиду сложности его рельефа, перепад отметок высот составляет до 220 метров по площади карьерного поля. При его протяженности в плане 1100 метров система вскрытия организована промежуточными контурами для обеспечения равномерной ежегодной подачи руды на фабрику. В одной тонне этой руды содержится около 5 граммов золота, но оно, конечно, не распределено равномерным невидимым глазу слоем. Где пустая порода, а где руда с низким или с высоким содержанием драгметалла, знают геологи. Макет карьера в специальной программе несведущему человеку покажется просто цветной 3D-версией. Для геолога же это карта, где указан настоящий клад. Голубая руда – это вся рядовая руда. Зеленая – это участки, которые маржинальные, которые обеспечивают дозагрузку фабрики до безубыточного уровня. А красная – это богатая самая руда, которая уделяется у нас просто для того, чтобы можно было шехтоваться. Шехтовать – это, проще говоря, смешивать типы руды, чтобы добиться нужного содержания золота. Но сначала руду еще нужно добыть, а здесь это действительно сложно из-за особенностей местной геологии. Все месторождение приурочено к разломной зоне субширотного простирания, совпадающей с простиранием самого хребта. Сейчас мы у подножия хребта, ну, как обычное месторождение золота. И для того, чтобы управлять всей устойчивостью, действует геомеханическая служба карьера, которая производит постоянно стереофотосъемка бортов, геомеханическое картирование, описание скважин, бурение глубоких горизонтов. Здесь постоянно идут буро-взрывные работы, слышны отголоски взрывов. Именно так и ведется добыча ценной руды. Блок будет ориентировать на 300 скважин. Это с крыши, которая закрывает, так сказать, рудные тела. Но сначала взрывают виртуально. В специальной программе на компьютере создается проект взрыва рудного блока. Все проекты набурения и массовый взрыв индивидуальны, потому что у нас произведено райнирование карьера. Мы выбираем породы, какие трещиноватость на данном горизонте. И, исходя из этого, мы подбираем, сколько количества взрывчатки нужно, какая сетка, как это все будет все-таки выглядеть. Взрывчатку производят прямо здесь, вот на этом заводе. В этой емкости мы приготовили навеску раствора окислителя. Что он из себя представляет? Это гранулированная селитра, аммиачная, растворенная в воде. На каждом этапе производства специалисты отбирают пробы и проверяют, соответствует ли полученная смесь нужным техническим параметрам. Окислитель смешивают с топливом предварительно в статическом миксере, а затем происходит взбивание в высокочастотном миксере. В итоге это все там взбивается до коллодных частиц, и выходит эмульсия, матрица так называемая, основной компонент взрывчатого вещества. Матрица – это как бы основа. Мы с этой матрицей можем делать несколько видов. Из этой матрицы можно, регулируя всякими другими добавками, процентными соотношениями, мы можем делать другие виды ВВ, которые отличаются своими физико-химическими и взрывными характеристиками. Матрица сама по себе не взрывоопасна. Ее активация происходит в смесительно-зарядной машине. Емкость в 7 кубов заполняют примерно за 2 часа. Она работает как термос, сохраняет температуру матрицы во время ее доставки на блок. Характеристики взрывчатки зависят от того, какой конкретно блок предстоит взорвать – пустую породу или руду, на каком горизонте, в какой части карьера и так далее. Все месторождение, оно сложено низкофильтрационным массивом, который сложно пропускает воду, вода уходит только по трещинам. Поэтому, в общем-то, и поставка завода ВВВ была к этому приурочена, что весь массив обмотнен, и его необходимо взрывать водоусточными ВВ. На реальном блоке тем временем работают буровые станки. Они оборудованы датчиками, которые контролируют угол, наклон и глубину бурения – 5 метров. Готовые скважины заряжают взрывчаткой, привезенной с завода. Зарядка блока производится по зарядной карте, согласно схеме. В данный момент они заряжают по 55 килограмм. В машине имеются дозирующие насосы, которые выдают, нажимаем фиксируем на компьютере данные. В каждую скважину помещают тротиловую шашку и средство инициирования – 7-метровый волновод. Как именно будет происходить взрыв, тоже заложено в проекте. Это зависит от того, какой развал горной массы нужен после взрыва для оптимизации дальнейшей работы. Здесь мы видим, что инициация идет с правой части блока. И постепенно оно справа налево инициирует заряды. И сейчас мы увидим результат. В данном результате видно, что основная масса приходится на правую часть блока. Люди и техника выведены за пределы опасной зоны. Когда все скважины заряжены, взрывники проверили готовность блока, раздается боевой сигнал. Общее количество взорванной горной массы – порядка 18 тысяч кубов. Взрыв прошел в штатном режиме. Сейчас взрывник обследовал взорванный массив и сделал доклад, что взрыв взорвался нормально. Спустя час на месте взрыва уже кипит работа. Экскаваторы отгружают горную массу в самосвалы грузоподъемностью 90 тонн. Вся техника в карьере контролируется компьютеризированной системой управления горными работами. У нас установлена программа «Модулар», которая позволяет видеть карьер и контролировать работу карьера без простых. Вот получается карта карьера, где видно отвалы, забои, видны экскаваторы и машины, как они движутся в реальном времени. Когда она в цикле работает, она направляет под экскаватором. На разгрузке она показывает, куда ехать, где свободное место под погрузку, вычисляет время. Но добыча ценной руды – лишь первый шаг. Дело в том, что албазинская руда является упорной, то есть не поддается прямому способу извлечения золота – выщелачиванию. Для ее дальнейшей переработки требуется обогащение. Для этого на Албазино построена флотационная фабрика. Ее производительность – 1 миллион 600 тысяч тонн в год. Фабрика начинается с рудного двора. По сути, это склад руды, привезенный из карьера. Руда доставляется с разным содержанием, и она формируется в штабеля, складируется с определенным содержанием каждый блок. Нам геологи предоставляют данные штабеля, складируемые на рудный двор. И мы подбираем такую шахту с нужным содержанием и подаем в процесс. То есть руду с разным содержанием золота смешивают, чтобы добиться нужного показателя, а затем отправляют на дробление. Здесь разбивают самые крупные куски. Потом вот по этому конвейеру руда перемещается на измельчение. В мельницу полусамоизмельчение и двухшаровых мельницах переламывают куски руды с помощью тяжелых металлических шаров. Максимальный кусок дробления у нас выходит плюс 120 миллиметров и измельчается в мельницах МПСИ до крупности 71 микрон. Ну, это можно сказать, что да, мука. Смешанная в мельницах с водой эта пыль становится жидкостью. Её называют пульпа и отправляют в два гидроциклона. Эти агрегаты за счёт вращения и возникающей центробежной силы классифицируют пульпу. Крупные частицы отправляются на доизмельчение, а остальное на следующий, главный этап – флотацию. Главный, потому что флотация – это и есть обогащение руды. Её подготовка к излечению ценного компонента – золото. На фабрике для этого работают 26 флотомашин, каждая объёмом 50 кубометров. Чтобы нам выделить минерал, ценный компонент это в пену, мы подаём сюда реагенты. Реагенты-собиратели, пенообразователи и активаторы. Активаторы, они, естественно, предварительно активизируют поверхность минерала, подготавливают её для того, чтобы реагент-собиратель воздействовал на минерал, обрабатывал поверхность его, делал её гидрофобной, и тем самым минерал, прикрепляясь к пузырьку воздуха, если говорить доступно, выносится на поверхность и флотируется. То есть эта тёмная пена на самом деле золотая. Она отправляется в этот огромный чан – сгуститель. Здесь происходит процесс осаждения с помощью двух реагентов – флокулянта и коагулянта. Флокулянт у нас собирает вот то, что поступило сюда в пенном продукте, мелкие частицы концентрата, да, и преобразует их в новое состояние, в афлокулы. Сам по себе реагент молекулярный, его цепочка длинная, и он цепляет на себя все вот эти частички, образуя их в большие такие агрегатные состояния, которые под силой своей тяжести охаждаются. В сгуститель пульпа попадает с содержанием твёрдого около 10%, а после этот показатель почти 50%. Насосами масса подаётся на три пресс-фильтра, где буквально отжимается. То, что получилось, называется кек. Он всё ещё слишком влажный и не готов к транспортировке, поэтому отправляется в печь. Проходя материал через печь, его температура создаёт… Материалы где-то варьируются от 40 до 60, а заданная температура в теплоагрегате, можно создать её до 500. Печь выглядит как гигантская труба, её длина 16 метров. Чтобы разбивать куски кека во время сушки, внутри неё натянуты несколько цепей. Кстати, все эти сложные процессы автоматизированы. Требуется лишь регулировка оборудования и контроль. Он ведётся круглосуточно. Технологический персонал делает замеры плотностных режимов, сетовки, флотаторы выдают свои показатели. И согласно этих данных и анализов, ведётся процесс налаживания процесса, регулировка процесса. Готовый продукт в фабрике – высушенный концентрат. Содержанием драгоценного металла в среднем около 50 граммов на тонну. Он упаковывается в огромные мешки – биг-беги и отправляется на Амурский гидрометаллургический комбинат. Там концентрат превращается в драгоценные слитки. Шесть месяцев в году, когда река Амгунь свободна от льда, концентрат доставляется грузовиками в порт Аглонги, а отсюда на баржах в Амурск. Зимой же ценный груз едет автотранспортом по ледовой переправе через Амгунь и единственной дороге в Амурск. Золото, содержащий концентрацию «Албазино», доставляется на Амурский гидрометаллургический комбинат. Это предприятие, а также месторождение «Майское» на Чукотке и «Албазино» вместе со своими обогатительными фабриками составляют «Амурский хаб». Он является одним из крупнейших проектов компании «Полиметалл». «Полиметалл» основан в 1998 году в Санкт-Петербурге. Количество его активов постоянно растет. Сейчас, помимо Амурского хаба, это Воронцовское месторождение в Свердловской области, Лунное, Дукат и Амалон в Магаданской области, Хаканджинское в Хабаровском крае, в Чукотском автономном округе месторождение «Майское». В Казахстане, кроме Варваринского месторождения, «Полиметалл» развивает золоторудный проект «Кызыл», приобретенный в 2014 году. Мощность Амурского гидрометаллургического комбината около 180 тысяч тонн концентрата в год. Именно здесь происходит заключительный этап превращения руды в золото, извлечения драгоценного металла и выплавка слитков. С учетом специфики упорных руд был выбран метод автоклавного окисления. У него сразу несколько преимуществ перед альтернативными технологиями. Выше степень извлечения золота, ниже энергоемкость, а значит и затраты на эксплуатацию, и меньше воздействия на окружающую среду. Но обо всем по порядку. Флотоконцентрат, который привозят из Албазино и Майского, разгружают на открытом флаге концентрата. Здесь он накапливается для того, чтобы затем постепенно передавать его в технологический процесс. Биг-бэги с концентратом отправляются на растарку. Затем концентрат идет в мельницу вместе с горячей водой. Внутри мельницы стальные шары диаметром от 60 до 100 мм. Они доизмельчают концентрат. И далее готовая пульпа флотоконцентрата насосами перекачивается в накопительные емкости. Готовая пульпа майского флотоконцентрата накапливается в одной бочке. Готовая пульпа албазинского концентрата накапливается в другой бочке. И затем нужно подготовить пульпу с нужным количеством серы. Иначе будет плохо проходить реакция автотермического окисления в автоклаве. Система автоматизации настроена таким образом, чтобы смешивать пульпу майского и албазинского концентрата в нужном количестве. Смешивается пульпа в специальной емкости объемом 500 кубометров. Сотрудники лаборатории постоянно контролируют содержание серы и драгоценных металлов в пульпе. Если все показатели соответствуют, флотоконцентрат поступает в автоклав. То есть это, по сути, сердце комбината, которое позволяет работать всему комбинату. Не было бы автоклава, не было бы извлечения. Сам комбинат, по сути, был построен вокруг автоклава, а доставка огромного агрегата на стройку стала вызовом для всей транспортной инфраструктуры региона. Вес автоклава 163 тонны, а его длина около 25 метров. Привезли его морем из Китая во Владивосток без особых проблем. Понадобились лишь специальные перегружатели. А вот чтобы отправить агрегаты из приморского порта в Амурск по железной дороге, пришлось нанять 7 подрядных организаций. Они обеспечивали адаптацию тяжеловесного груза к габаритам железной дороги. Ехал автоклав 10 суток. По прибытию с помощью специальных домкратов его переместили на автотележке, своеобразный поезд на колесах. На нем и доставили до стройплощадки со скоростью не больше 5 км в час. Не менее ювелирной стала работа по его установке на фундамент. Автоклав занимает место на трех опорах гидрометаллургического цеха. Одна из них несущая, неподвижная. Две скользящие, на них положены металлические пластины с полиуретановым покрытием. Это необходимо, поскольку во время работы автоклав под воздействием высокой температуры слегка перемещается на 4-5 см. Поскольку флота концентрат из упорных руд, то микроскопические частицы золота в нем заключены в твердую оболочку. Чтобы извлечь золото, ее нужно разрушить. Технологически самый лучший способ – окислить ее. Именно поэтому в пульпе должно быть определенное количество серы, чтобы обеспечить этот процесс. Температура порядка 200 градусов, давление 21 атмосфера. Это все технологические параметры, которые необходимо выдерживать, для того, чтобы скрытие было максимально полным. Внутри автоклав представляет собой цилиндрический сосуд, разделенный на 5 секций. Их рабочий объем – 155 кубометров. Автоклав снабжен 8 агитаторами, и под каждый из них подается кислород. Первая секция занимает почти половину всего объема и оборудована четырьмя агитаторами. Для того, чтобы протекала реакция автотермического окисления, нужен технически чистый кислород. Этот технически чистый кислород мы вырабатываем на своей кислородной станции, на установке короткоцикловой адсорбции. В процессе работы автоклава достигается окисления серы до 98%. Уже окисленная пульпа охлаждается, ее температура падает до 40 градусов. Затем она проходит процесс нейтрализации за счет использования суспензии известняка и извести. А затем пульпа проходит процесс сорбционного выщелачивания с использованием активированного угля и цианидонатрия. Цианид натрия подается в голову процесса сорбционного выщелачивания для того, чтобы обычной частицей перевести в заряженные ионы. И эти ионы затем осаждаются на активированный уголь. Сорбционные емкости, каждая по 350 кубометров, располагаются каскадом, так, чтобы начало процесса сорбции было выше, чем финал. В пульпа на сорбционное выщелачивание подается в самую высшую точку и затем потихонечку перетоком стекает вниз. И в верхнюю же часть сорбции подается цианид натрия. Активированный уголь, который вводится в процесс, движется навстречу долоту, собирает его потихонечку и максимальная концентрация золота на угле находится уже в верхней части процесса. Лёня, тебе сказали, полчетёртого запускаем? Да. Всё хорошо. Если автоклав сердце комбината, то эту комнату называют его мозгом, она никогда не остаётся без контроля. Два оператора делят весь процесс, и каждый следит за своим, как здесь говорят, переделом, чтобы обеспечивать бесперебойное течение технологического процесса и безопасность. Все сигналы от оборудования, от датчиков, от расходомеров стекаются сюда, на станции наблюдения, и на мемосхемах операторы наблюдают за течением технологического процесса. Максимально автоматизирован участок автоклавного окисления, и иные участки ему практически не уступают. Но вернёмся к золоту. Оно осталось на активированном угле. Потом в процессе десорбции микрочастицы золота переходят в десорбирующий раствор, и он поступает на электрохимическое осаждение. На электролизном участке происходит выделение золота из жидкой фазы в твёрдую. Десорбционный раствор циркулирует через электролизёр. На катоды и аноды подаётся рабочий ток. Идёт процесс электролиза. Золото осаждается на катоде. Получаем катодный осадок с участка электролиза и сушим его в печах сушильных. Потом шехтуем перед плавкой. Шехта у нас сода, бура, селитра. Добавляется для того, чтобы вывести всякие примеси из металла. Золото уже можно потрогать, но его всё ещё не узнать в этом сером порошке, катодном осадке. Осталось лишь выплавить из него слитки, и вот тогда можно будет увидеть и потрогать, наконец, результат труда множества людей. Металлурги работают в специальных термоустойчивых костюмах. Даже брызги раскалённого металла в таком не страшны. Температура плавки, плавление золота 1064. Ну, разлив начинаем где-то при 1200-1150 градусов. Когда металл расплавлен, ждут ещё час или час двадцать, чтобы он, как здесь говорят, проварился. Готовность опытные плавильщики определяют на глаз, а затем начинается действо, увидеть которое дано очень немногим. Настолько строгие здесь правила безопасности. Удивительно, но все эти слитки будут с разным содержанием золота. Металл и здесь показывает характер. Он даже в одной плавке раз-двесь. Вначале легче металл, меньше проба. Чем ниже, больше выливаем, тем выше проба. Поэтому с каждого слитка отбирается проба. Но только после того, как они остынут, и с них удалят шлак. Сначала маркируется, здесь вот наносится порядковый номер. После этого слиток ко мне передаётся, комиссионно взвешиваем, и я принимаю на ответственное хранение и закрываю в сейф. Конечно, это ещё далеко не те слитки, что сверкают в банковских хранилищах. Сейчас это даже не называют золотом. Это сплавдаре. Слитки отсюда отправляются на афинажный завод. И вот там-то они примут тот самый вид с картинки. Нескромная цифра, 14, это 18 миллионов рублей. Но это ещё небольшой слиток. Большой слиток будет 20 стоить. Да и раньше была какая-то, золото, золото, а потом со временем привыкаешь. Это готовый продукт у нас называется, а не золото. Продукт, за которым стоит тяжёлая работа сотен настойчивых людей. Специалистов, которые знают и очень любят своё дело. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова